Приветствую, друзья! Свой новый телевизор я выбирал полгода, перелопатил все форумы, пересмотрел сотни обзоров, побывал в десятках магазинов. И сегодня я расскажу вам о том, как сделал свой выбор, почему выбрал именно эту модель. Также, конечно, будет полный обзор всех функций, отзыв после двух месяцев использования. Заварите себе чаек, усаживайтесь поудобнее, обзор будет длинным. Итак, для начала хочу предостеречь вас от такой ошибки, которую совершил я. Я хотел забрать свой телевизор в магазине самостоятельно и не рассчитал размер, он просто не влез ко мне в машину. Длина телевизора указана на сайте, я замерил, все должно было влезть, но я не учел, что коробка. Коробка добавляет очень достаточно много габаритов, в общем, длина с коробкой в коробке уже 1 метр 35, высота 84 сантиметра. Это, чтобы вы как бы были в курсе. В общем, мне пришлось его переть обратно в магазин, договариваться, чтобы присмотрели, искать машину побольше. Ну, собственно, думаю, для начала я вам озвучу технические характеристики. Значит, самое основное, это экран 55 дюймов, 4К, разрешение 2840 на 2160, 10-битная матрица, честная, впрямая подсветка Full Array LED, локальное затемнение Local Dimming, также поддержка всех HDR-форматов, HDR10, HLG Dolby Vision, процессор изображения здесь X1, также есть различные лучшайзеры, уплавняйзеры, но об этом мы поговорим чуть позже. Так, давайте посмотрим теперь на внешний вид. И говоря о современном дизайне телевизоров, мы подразумеваем в первую очередь минимализм. Здесь он как бы проявляется в полной форме. Это тонкие рамки шириной 0,9 сантиметров, они обрамляют большой экран, внизу аккуратные металлические ножки. В моем случае телевизор будет стоять на тумбе, но если хотите повесить телевизор на стену, то используйте стандартное крепление веса 300 на 300. Алюминиевая рамка с серебристой вставкой очень выгодно подчеркивает экран, а в нижней части экрана мы можем увидеть аккуратный логотип Sony, под которым расположен молочный светодиод, который загорается в момент нажатия кнопки на пульте. Он абсолютно ненавязчивый, при желании полностью отключается в настроечках. Телевизор оснащен Full Array LED подсветкой, то есть такая прямая полная светодиодная подсветка с поддержкой технологии Extended Dynamic Range, которая регулирует яркость зон и помогает получить более контрастное и естественное изображение. Лучше всего смысл такой подсветки и отличие от дешевой боковой Edge подсветки объяснит вот эта вот картиночка. Ну как бы требует такая подсветка в телевизоре больше свободного пространства, поэтому по толщине телевизоры такие больше. Тем не менее выглядит XH9096 совсем не толстым, в том числе и благодаря тому, что корпус по краям заметно сужается. Сборка отличная, ничего нигде не люфтит, пластик не хрустит и при работе телевизора не щелкает. В прошлом моем 40-дюймовом Samsung спустя какое-то время после включения при нагреве начинал щелкать пластик, причем иногда довольно сильно, что немного напрягало. Собственно нагрев у телевизора вообще не ощущается ни со стороны экрана, ни со стороны стенки задней. Ножки широкие, 33,8 см, они обеспечивают отличную устойчивость. Расстояние от одной ножки до другой составляет 105,3 см, а то есть тумба должна иметь соответствующие размеры. Ножки вставляются в специальные салазки, весь процесс монтажа и первичного подключения занял у меня буквально пару минут. Внизу точно под логотипом расположена единственная кнопка, с помощью которой можно выключить или перезагрузить телевизор, поменять источник сигнала или изменить громкость. При нажатии на нее на экране появляется небольшая менюшка, в которой короткое нажатие это смена параметра, а длинное нажатие это его активация. Рядом с ножками разместили динамики, они называются X-Balanced, потому что специальной формы, как утверждает Sony, что позволяет получить более качественный звук по сравнению с классическими динамиками овальной формы. Рядом вы можете заметить отверстия фазоинвертора. Суммарная мощность системы 20 Вт, по 10 Вт каждый динамик. Если говорить о личных ощущениях от звука, то меня он полностью устраивает. Он громкий, сбалансированный, с насыщенными средними частотами, таким ощутимым мидбасом, что хорошо для воспроизведения голоса. Рядом у меня стоит стереоакустика Sven MC20, по 50 Вт каждая колонка. Включаю я ее либо когда только слушаю музыку, либо когда хочется получить максимальный драйв от какого-нибудь блокбастера. В 90% случаев я смотрю фильмы и сериалы именно со встроенным звуком и вообще не испытываю по этому поводу каких-либо неудобств. Ну собственно при первоначальной настройке требуется указать где телевизор будет размещен, на стене или на полке. В зависимости от этого звучание будет скорректировано. Кстати у этого телевизора в диагонали 65 и 75 дюймов есть еще пара высокочастотных динамиков. А вот в 55 их решили не ставить. Ну и предлагаю как бы самим оценить качество звука. Понятно, что это будет тяжело с учетом того, что микрофон не передаст все частоты. Ну хотя бы примерно понять будет что-то можно. Субтитры создавал DimaTorzok В общем и целом думаю понять что там можно. Теперь покажу разъемчики. Расположены они с левой стороны. Доступ к ним свободный, удобный. В самом верху мы можем видеть пару USB разъемов. Это USB 2.0 с питанием 500 мАч и USB 3.0 с усиленным питанием 900 мАч. К которому можно подключить HDD накопитель. Также дальше идут у нас оптический аудиовыход, выход под наушники и композитный AVI. По оптике кстати телевизор определяет подключение автоматически. То есть когда я включаю аудиосистему, то звук начинает воспроизводиться через нее. А встроенные динамики замолкают. При выключении системы звук автоматически переключается на телевизор. Ну и далее у нас идет 4 HDMI разъема. Сразу 2 из которых стандарта HDMI 2.1. Который поддерживает вывод картинки в 4К 120 фпс. Также дают нам реверсивный звуковой канал e-arc. Самый простой пример для чего нужен HDMI 2.1. Это новая игровая приставка Sony Playstation 5. И очень хорошо что здесь сразу 2 выхода. Так как в один можно подключить приставку. А в другой современную звуковую систему с поддержкой Dolby Atmos. Еще ниже можно обнаружить Ethernet порт для проводного подключения интернета. И разъемы для подключения эфирного, спутникового и кабельного телевидения. На задней стеночке можно заметить лючок. За которым расположен слот C+, в который устанавливается CAM-модуль с карточкой для закодированного цифрового ТВ. Я эфирное телевидение не смотрю, ни через кабельное, ни через эфир, ни через спутник. Поэтому как это все работает не скажу. Изредка смотрю футбол и бокс, но через IPTV, которое на Android TV настраивается в несколько кликов и закрывает все вопросы. Телевизор покупался официальный, с гарантией от производителя. Собран он в Малайзии. Максимальная потребляемая мощность 116 Вт. В режиме ожидания 0,5 Вт. А здесь хочу отметить, что полного выключения в телевизоре не предусмотрено. При нажатии кнопочки отключения, телевизор переходит в режим ожидания и отключает экран. Если мы еще раз нажмем на кнопочку, то он включится практически мгновенно. Он всегда готов к работе. То есть, если вы, к примеру, смотрели вечером что-то на YouTube, выключили телевизор, то при включении вы можете продолжить просмотр, ведь все остается в оперативной памяти. Ну давайте вот для примера, просто я запущу какое-нибудь видео, пускай это будет аквариум и просто выключу телевизор. Лег спать, с утра просыпаюсь, включаю телевизор, на загрузку уходит буквально 1 секунда и продолжается у меня то, что как бы я смотрел до этого. Собственно, а если хотите полностью отключить телевизор, допустим вы уезжаете надолго из дома, то нужно просто отключить сетевой шнур. Что было у нас в комплекте? В комплекте с телевизором инструкция по первоначальной установке, гарантийный талон, крепеж, держатели для кабеля и пульт дистанционного управления. Инструкция по настройке и возможностям телевизора очень объемная и доступна только в электронном виде. Пультик у нас, кстати, прямоугольный, вот такой вот длинный, вытянутый, дизайн Sony прослеживается даже в таких вот вещах. В руке лежит хорошо, пользоваться удобно, расположение кнопок логично, а через пару дней я уже безошибочно нажимал их не глядя. Из-за прямоугольной формы в темное время суток бывает у меня такое, что беру пульт вверх ногами и понимаю об этом уже когда нажимание на ту кнопку. Подсветок кнопки нет, что можно записать в минус. Иногда нужно найти какую-то хитрую кнопочку, а в темноте это сделать сложно. Но вот за что мне этот пульт нравится, так это за бесшумность. Кнопки нажимаются четко, но при этом абсолютно беззвучно. Мне очень надоели пульты китайских приставок, кнопки которых нажимаются с таким кликом, который в ночное время реально раздражает и мешает отдыхать другим людям в комнате. Работает пульт по протоколу Bluetooth, то есть реально ему не нужна прямая видимость, можно управлять с любой точки комнаты, даже с под одеялом, что актуально зимой. Условно пульт можно разделить на три зоны, верхняя зона у нас относится больше к такой вот телевизионной части, цифровой блок кнопок, ярлыки, гид, запись или передач. Для меня конечно это все лишнее. Есть отдельные кнопки на Google Play и Netflix, и так как с момента покупки Netflix для меня это основное приложение для просмотра видеоконтента, то это тоже плюс, помогает сэкономить несколько секунд. Нажимаем и у нас сразу открывается Netflix. В левом углу можно заметить отверстие для микрофона, для голосового поиска, и тут хочется прямо петь дифирамбы. Работает голосовой поиск просто идеально, вы просто бурчите себе что-то под нос, и пульт каким-то магическим образом безошибочно это понимает. Распознавание точное и практически в 99 случаях из 100. При этом пульт не нужно даже подносить ко рту. Поиск информации осуществляется по системе, видеосервисам и даже по встроенному браузеру. Я тестировал десятки различных Android приставок с голосовым поиском, но нигде он не работал хорошо, так хорошо, как здесь. Ну давайте я покажу пример, как это работает. Специально пульт даже уберу подальше от себя. Что будем искать? Ну давайте поищем сериал «Черное зеркало». Сериал «Черное зеркало». Как видите, нашло нам приложение YouTube, так как мы сейчас YouTube запустили. Ну давайте выйдем на главный и сделаем еще раз поиск. Сериал «Черное зеркало». Так, сейчас у нас получается информация, видим. То есть мы можем посмотреть, кто в ролях. Значит, краткое описание есть. Есть опять же ссылочки на YouTube. Есть, кстати, ссылочка на интернет-браузер. Это особо интересно. Сейчас покажу, чем дали. HD-видеобокс, ну и в принципе другие приложения, которые у вас будут установлены. Допустим, это может быть Винкс. Что интересно, да, «Черное зеркало» в браузере. Если мы переходим, у нас открывается встроенный браузер. И, собственно, уже у нас здесь, как видим, поиск. Так, мы теперь можем зайти, допустим, на сайт LostFilm. Вот. Теперь мы можем найти встроенный плеер. И запустить, запустить этот сериал, посмотреть его. Ну, собственно, вот, допустим, началось воспроизведение. И теперь мы можем даже сделать полноэкранный режим. Собственно, смотреть на большом экране. Ну, честно говоря, мне такой, как бы, метод просмотра фильмов не очень нравится. Это я просто, к слову, рассказываю о возможностях самого телевизора. Так, вернемся к нашему пульту. Значит, основная часть, основная часть у нас, конечно же, создана для управления. Это самые полезные кнопочки. То есть, у нас здесь кнопки навигации, кнопки назад, домой и настройки для Android. И, также, конечно, кнопочка голосового поиска, регулировка громкости, переключение источников видеосигнала и так далее. Нижний ряд у нас не очень также полезен. По крайней мере, я не сильно использую. Отвечает за управление в плеере. Пластик у пульта достаточно крепкий. И я уже этот пульт неоднократно проверил ронянием на пол. На лицевой стороне у нас фактура подшлифованный металл. А на задней стороне цепкое покрытие из такой мелкой крошки. Визуально может смотриться не суперутонченно, но в плане практичности не придраться. Пульт надежно лежит в руке, не скользит. Ну, а в качестве украшательства есть глянцевая вставка с логотипом Sony. Теперь поговорим о экране. На рынке телевизора сейчас существует три принципиально разных типа экранов. OLED, VA и IPS. OLED при выборе я отбросил сразу, так как в преимуществах у него только черный цвет. Ну и соответственно контрастность. А вот минусов очень много. Это во-первых цена, во-вторых они выгорают и еще они жутко мерцают. Шим есть. IPS тоже для телевизоров считаю не лучшим решением. Углы обзора конечно у него выше чем у VA, но черный цвет достаточно плохой и контрастность более низкая. Мой выбор это VA экраны, которые предлагают отличный черный цвет, высокую контрастность и хорошую цветопередачу. Телевизоры Sony Bravia всегда славились в первую очередь своим изображением. Не исключением стал и H9096. Телевизор идеально откалиброван, настроен инженерами Sony. Картинка на нем выглядит очень живой и сочной. Матрица здесь кстати используется честная 10-битная, а не 8-бит плюс FRC. Поэтому цветопередача и HDR режим идеальны. К слову, телевизор поддерживает все виды HDR, в том числе HLG и Dolby Vision. В телевизоре есть встроенный датчик освещения, он подстраивает яркость в зависимости от окружающего освещения. Его можно выключить или настроить вручную. В зависимости от типа воспроизводимого контента, вы можете выбрать одну из предустановок настройки экрана. Их много, но основных я бы выделил три, которые есть во всех режимах. Это яркий, стандартный и кино. Яркий у нас, конечно, усиливает цвета, картинка получается насыщенной, яркой. Такой режим лучше использовать, если смотрите красивые ролики про природу. Но на постоянку она не подходит. Следующий режим это стандартный. Он подойдет для просмотра YouTube, документальных фильмов. То есть цвета здесь максимально естественные, а уплавнялка доводит любое видео до 60 кадров в секунду. Отчего выглядит все очень натурально. Ну а соответственно для фильмов я рекомендую переключиться на режим кино. Он делает картинку более мягкой, киношной. А уплавнялка переходит в соответствующий режим и обеспечивает 24 кадра в секунду. Эти режимы подойдут на все случаи жизни. Но если вы захотите настроить картинку под себя, то такая возможность, конечно, есть. В режиме индивидуальный вы можете изменить десятки настроек, добившись того, что нравится именно вам. Отдельно можно настроить контраст, яркость, цветопередачу, работу различных улучшайзеров. Добиться вообще потрясающих результатов. Более подробно я расскажу, когда мы будем говорить о ПО. Вернемся к экрану. Хочу сказать, что углы обзора здесь отличные. Телевизор подходит для гостиной или спальни. Лишь под самыми острыми углами по горизонтали немного падает яркость. Отдельно отмечу масштабирование или так называемый апскейлинг. С помощью собственного процессора X1 любое изображение доводится искусственным интеллектом телевизора до 4К. То есть телевизор анализирует изображение в режиме реального времени, повышает ему разрешение, дорисовывая необходимые пиксели. Даже обычное 720p видео, которое до сих пор можно часто встретить в сериалах, неплохо масштабируется до 4К. Конечно, нативное 4К будет выглядеть гораздо более детализированным, но если бы вы посмотрели 720p без улучшения на таком экране, то вы вряд ли бы долго это выдержали. А здесь вполне прилично и не раздражает глаз. Ну а уж с масштабированием 1080p справляется он вообще идеально. С парой метров никакой разницы я не замечаю с нативным 4К. В общем, как видите, современный телевизор это не просто экран, процессор изображения в нем важен настолько же сильно, как и хорошая матрица. Ну и черный цвет. Черный цвет здесь действительно хорош, по ощущениям даже близок к колет. Ну и все это благодаря вей матрице и локальной подсветке. Локальная подсветка хороша тем, что она может включать только те группы светодиодов, которые необходимы в данном участке экрана. Кроме этого, в телевизоре используются технологии Extended Dynamic Range. То есть светодиоды могут по отдельности менять яркость в нужных значениях, что еще больше повышает контрастность и улучшает HD режим. Можно примерно оценить по фото, которые я вам сейчас покажу. Вот, например, в хорошо освещенной комнате и в темной комнате. Навольно неплохо, даже не видно вообще никаких засветов. Принцип работы технологии можно понять, если на черном фоне поводить курсором. Вокруг него будет заметен такой светлый ореол. Это и есть группы светодиодов, которые работают в данный момент. В живом использовании, конечно, такое не видно. Так как изображение смешанное, и заметить ореол вы сможете разве что в титрах, если белые буквы будут плыть на черном фоне. Равномерность белого поля идеальная. На экране нет участков, отличающихся по цвету, оттенку, темных или более светлых пятен. В самых уголках есть небольшие затемнения, которые обусловлены технологией подсветки Full Area LED. И являются нормальным явлением для подобного типа экранов. Равномерность яркости подсветки хорошая, в центральной части она немного увеличена. Еще один важный для меня момент это отсутствие мерцания. Sony даже в недорогих телевизорах не использует шим, заботясь о здоровье своих пользователей. Но здесь мне пришлось немного понервничать. Начав измерения в различных режимах, я увидел непонятную картину. Например, в режиме яркий шим полностью отсутствовал, а в режиме кино начинал превышать допустимые нормы уже на яркости 35 и ниже. Я сразу понял, что дело в каких-то настройках, так как в разных режимах мерцания то было меньше, то было больше, то исчезало полностью при одних и тех же настройках яркости. Я просто отключал различные улучшайзеры и смотрел, как все меняется, как меняются результаты. И вот когда я дошел до раздела движения и выключил Motion Flow, мерцание полностью исчезло. Давайте вам покажу. Настройки изображения. Вот мы заходим в раздел движения. И здесь видим Motion Flow. Я никак не мог понять, как мерцание экрана связано с функцией плавности. Ведь Motion Flow отвечает за плавность. Пока не переключил ползуночек четкость. Итак, если отключить показатель четкости на минимум, то мерцание исчезает. Даже в описании указано, видим, что это регулировка степени четкости за счет вставки черного кадра с целью уменьшения размытости из-за движения. Вот именно вставка этого черного кадра, она в принципе и вызывает мерцание. После этого я, конечно, перепроверил мерцание на различных уровнях яркости. И убедился, что вообще даже при минимальных настройках шим отсутствует. Чем еще подкупает Sony? Так это тем, что в качестве операционной системы телевизора установлен полноценный Android TV9 с его огромным магазинным приложением. Собственно, над программным обеспечением постоянно ведется работа. Ну, к примеру, возможности разъема в HDMI 2.1 на момент выпуска телевизора реализованы были не полностью. То есть не работал вывод изображения 4К 120 фпс. Но потом с одним из обновлений это все порешали, реализовали эту возможность. Месяц назад вышло еще одно обновление, которое повысило стабильность системы и исправило множественные ошибки. И вот уже буквально вчера я получил уведомление о том, что вышла новая версия программного обеспечения. То есть мы можем вот посмотреть, что здесь изменили. Я пока еще не устанавливал преимущества и улучшения. Также можно посмотреть историю. Историю более ранних обновлений. То есть видим, было раз обновление, еще два, три и четыре. То есть раз, два, три, четыре, пять. Последнее обновление у нас пятое. Собственно, обновление почему пока не устанавливал. Я придерживаюсь такого вот правила выждать 2-3 недели. Если не будет на обновление жалоб, то уже после этого его ставить. Тем более, как бы на текущей прошивке у меня абсолютно все устраивает. Так, ну здесь видим такой классический плиточный интерфейс. Верхний ряд состоит из настраиваемых плиток, ярлыков. То есть мы можем добавить сюда, что захотим. И каналы. Каналы у нас здесь с рекомендуемыми видео. В принципе, вот каналами как бы я особо не пользуюсь. Вот верхний ряд достаточно удобно. Мне хватает. Также в правом верхнем углу можно заметить небольшие часики и ярлычки. Здесь у нас уведомления. Здесь у нас переключение источников сигнала. Здесь у нас таймер и настройки. Что по поводу таймера. Есть таймер сна привычный. То есть можно установить, чтобы телевизор автоматически выключился. От 15 до 120 минут. И есть таймер включения. То есть можно запрограммировать, чтобы телевизор вас будил как будильник. По каким-то дням или по расписанию. Включал тот или иной вход на той или иной громкости. Ну в общем-то таймер включения. Этим все сказано. Можно также перейти в раздел приложений. Здесь будет отображаться в принципе все, что как бы вы уже установили. И все, что было установлено в системе. Предустановленных приложений немного. Но они очень полезны. Ну это Netflix. Это Prime Video. Это Apple TV. Это YouTube. Ну и конечно некоторые стандартные приложения. Вроде медиаплеера. Или музыкального плеера. Файлового менеджера есть. И интернет браузер. Если смотрите телевидение, то вас обрадует возможность записать трансляцию на жесткий диск. Особенно это удобно со спортивными трансляциями. Например боксом, который чаще всего идет глубокой ночью. Не нужно издеваться над своим организмом. Вы встали утром и посмотрели бой в записи. Также есть очень-очень подробное руководство пользователя. Оно называется Help. И вызывается либо отсюда с меню, либо кнопочкой с пульта. Здесь просто вообще все есть. Раздел по категориям. Руководство пользователя. Состояние диагностика. Причем все очень удобно. По разделам. С вопросами. С картинками. С видео. Ну в принципе все-все-все-все-все. Покажет, расскажет о всех возможностях телевизора. Поверьте, здесь их очень много. Даже спустя 2 месяца использования. Я не уверен, что разобрался во всех тонкостях. Но телевизор прекрасен тем, что подойдет он и обычному пользователю. Который не парится и готов какими-то стандартными настройками, пресетами пользоваться. И гику подойдет. Который ковыряется в деталях, изучает нюансы, подстраивает уже все исключительно под себя. Так, что у нас были еще за приложения интересные, встроенные? Ну браузер я вам уже показал. Ну давайте перейдем к Netflix. На мой взгляд, это, наверное, лучший способ для того, чтобы смотреть фильмы, смотреть сериалы. Здесь полно контента в 4К. Причем с учетом того, что поддерживается Dolby Vision. То есть вот видим фильм «Призраки». И сверху отображается Dolby Vision. Точнее сериальчик. Ну давайте вот «Ведьмак». Опять же, «Ведьмак» у нас поддерживается Dolby Vision. Попробовать их стоит, как минимум. Потому что первый месяц использования Netflix бесплатный. Если вам что-то не понравится, вы посчитаете, что не стоит этих денег. Вы можете потом отказаться от подписки. И просто, как бы, получается бесплатно попользоваться месяцем. Но я думаю, что вы не захотите, не захотите вы, как бы, отказываться. Тем более, что у Netflix, как бы, особая любовь с телевизором. Есть такой режим Netflix Calibrated Mode. Что это значит? Это режим, который специально разработан для просмотра контента Netflix. На телеэкранах в таком же качестве, что и у студийного исходника. То есть, благодаря этому точно передается видение и замысел автора. Ну и, естественно, вот опять же, повторюсь, показывает Dolby Vision. Вот, допустим, мы запускаем какой-нибудь сериал. Видим, что режим перешел. Телевизор перешел в режим Dolby Vision. Давайте немного перемотаем. Теперь, значит, если мы перейдем в настройки, мы видим, что появился режим Dolby Vision светлый и Dolby Vision темный. Ну, даже если вы выберете какой-нибудь Asder Content. Давайте попробуем найти. Ну, вот у нас shaft Asder Content. Будет изображение просто офигенное. Сейчас мы перемотаем. И в данный момент сейчас у нас идет в 1080p интерполяция. И при этом изображение выглядит очень и очень хорошо. Не только Netflix, конечно, доступен для любителей лицензионного контента. Есть также Prime Video. Здесь достаточно много сериаловых фильмов с русским языком. Apple TV. Его добавили в одной из последних прошивок. Также здесь поддерживается русский язык. Есть фильмы на русском языке. Ну, а теперь давайте посмотрим на настройки телевизора. В которые можно попасть несколькими методами. Например, если нажать на шестереночку. Итак, первый раздел это настройки телевизора. Просмотр телевизора. Имеется в виду именно настройка каналов. Сортировку каналов для эфирного, спутникового, кабельного TV. Этим я не пользуюсь. Поэтому тут особо не могу точно и подробно рассказать. Далее идет уже поинтереснее. Там изображение и звук. Ну, давайте посмотрим изображение настройки. Собственно, здесь мы можем посмотреть и настроить как раз те вещи, о которых я говорил. То есть режимы изображения есть у нас яркий, стандартный, кино, игровой, графика, фото и индивидуальный. Можно сбросить настройки для каждого из режимов, если вдруг что-то там настроили. Так, далее. Есть автоматический выбор режима изображения в зависимости от контента. То есть телевизор как бы сам определяет и включает нужный. Световой сенсор. Можно включить или выключить, чтобы яркость регулировалась автоматически. Яркость. Да, ну понятно. Здесь такие параметры как яркость, контраст, гамма, уровень черного. Что мне нравится, что здесь не просто тупо настройки с параметрами, а описание каждого раздела. То есть вы понимаете, что вы настраиваете. Допустим, регулировка уровня черного. Это улучшение черного за счет анализа уровня яркости изображения в режиме реального времени и автоматической регулировки уровней темного. Ну, вроде как все понятно. Ну, давайте перейдем в какой-нибудь нормальный режим. Кино, которое я под себя настраивал. И будем уже смотреть на его примере. Дальше. Дополнительное улучшение контраста. Есть автоматическое локальное затемнение. Можно настроить все эти лучайзеры. То есть степень их работы. То есть сильная, средняя, низкая. Уже смотрите, какой как бы вам больше нравится. Дальше. Extended Dynamic Range. Далее у нас идет цветность. Можно настроить оттенок, цветовой тон, живые цвета. Далее у нас настройки четкости. Это резкость. Регулировки числа элементов разложения за счет подчеркивания границ. То есть по-другому шарпинг. Далее создание реальности. Создание реальности, собственно, это и есть апскейлинг. Тоже можно настроить вручную, чтобы искусственный интеллект работал как бы сильнее или слабее. Далее шумодавы различные. Это снижение фонового шума, цифровое шумоподавление. Их я предпочитаю не использовать. Далее Motion Flow у нас идет, который отвечает за плавность, собственно, регулировки степени четкости за счет вставки специального кадра. Это у нас четкость, мы ее убираем. А вот плавность это регулировка степени гладкости с помощью интерполяции кадров входного видеосигнала. То есть добавляет, он уплавняет картинку. То же самое примерно делает режим фильм. Только у вас получается, если вы просматриваете фильм, будет показывать очень четко 24 кадра в секунду. Будет уплавнять до этого значения. Далее видеосигнал у нас. То есть режим HDR какой. Можно выставить вручную, если вы, допустим, подключаете стороннее устройство. Здесь в виде можно выбрать HDR10, HLG. И выключить HDR, если вам HDR не нужен. Далее видеодиапазон HDMI. Цветовое пространство. И есть некоторые дополнительные настройки цвета. Это если вы уже прям вообще эксперт. Здесь у нас цветовая температура. Более как бы подетально, по цветам и по точкам. Ну, собственно, вот так вот выглядят настройки изображения. Давайте далее мы перейдем в настройки звука. Вернемся в главное меню. Изображение и звук. Так. И посмотрим, что у нас со звуком. Ну, во-первых, можно настроить окружение звука. То есть отрегулировать эффект объема. Сделать акцентирование голоса. Есть эквалайзер. Также уровни громкости. Можно скорректировать авторегулировка громкости. Баланс. Расположение телевизора. Это может быть настольная подставка. Либо если вешаете на стенку, то вот настенная установка. Можно сбросить, конечно, все параметры до значения по умолчанию. Аудиовыход. Через что передается у нас звук. Есть приоритизация аудиосистемы. Есть управление домашними кинотеатром. Компании Sony. Здесь, в принципе, списочек перечисленных моделей. Которые поддерживает телевизор. Вот на экране. Далее. Режим EARC. То есть для того, чтобы передавать какие-то Dolby. Atmos, DTSX. То есть HD многоканальный звук. Есть режим транзита. То есть если вы не хотите, чтобы телевизор декодировал звук. И передавал его на ресивер в чистом виде. Все как бы по настройкам звука понятно. Далее у нас идут уже настройки стандартные. Это сети интернет. Wi-Fi тоже. Есть у нас Wi-Fi с поддержкой диапазон 5 ГГц. Есть у нас Ethernet подключение. То есть подключение при помощи кабеля. Далее настройки аккаунтов. Настройки пульта и аксессуаров. Пульт у нас работает по Bluetooth. Можно также подключить беспроводную акустику. Либо беспроводной джойстик. Собственно любые Bluetooth устройства. Так. И вот такие вот настроечки. Это у нас информация об устройстве. Видим здесь у нас Sony Bravi VH1. Версия Android 9. Обновление системы. Обновление как мы видели уже есть. Пока его не ставлю. Дальше. Язык. Клавиатура. Все это пока не интересно. Вот интересно хромкаст. То есть встроенная технология хромкаст. Допустим находите. Смотрите вы в Facebook. Находите там какое-то интересное видео. Чтобы не смотреть его на экране. Транслируйте его на телевизор. Кстати если телек выключен. Он включится и будет показывать видосик. Далее. Родительский контроль. Это тоже интересный пункт. Для всех родителей. Здесь можно скажем так. Выставить экранное время. Нужно ввести пин-код. Также можно залочить определенные приложения. Кстати не помню. По-моему стандартный пин-код. Это 4 восьмерки. Нет. 4 нуля. Нет. 4 единицы. Собственно да. 4 единицы это стандартный пин-код. И вот видим что мы можем ограничить любое приложение. Залочить его. Также мы можем залочить какие-то каналы. Или даже внешние входы. Все настраивается. LED индикатор если не нужен. Можно отключить потребляемая мощность. Значит тут у нас энергосбережение выключено. Можно включить сильное и слабое. Я рекомендую не включать энергосбережение. Так как будет работать просто у вас получается. Процессор на более низкой частоте. И будет работать медленнее. Ну и можно автоотключение поставить. Это в принципе полезно. К примеру если вы там заснете. Поставить 2 часа. Чтобы через 2 часа телек отключился. Если для владельцев андроидов есть хромкаст. То для владельцев айфонов и техники Apple есть AirPlay. И хоум кит от Apple. В принципе все. Вот начальная установка. Можно вернуться. И настройки для демонстрации в магазине. Это которые включают все ядовые цвета. Делают так чтобы картинка была максимально привлекательной. Теперь собственно хочу показать какие из этих функций есть в настройках быстрого доступа. То есть если мы нажимаем штереночку на пульте. Ну вот мы видим есть уведомление Бравия. Можно быстро перейти к настройкам изображения. Можно быстро переключить режим изображения. Допустим я хочу там не знаю фотки посмотреть. Раз перешел в режим фото. Все буду смотреть фото. Так режим собственно яркость можно поменять вручную. В данный момент у меня включен световой сенсор. То есть он сам определяет яркость окружающего освещения. Выставляет яркость нужную. Так далее у нас идет выбор режима. То есть это широко экраны 4 или на 4 на 3. Далее настройки звука, настройки динамика, специальные возможности, средства чтения с экрана. Можно отключить кстати изображение. Таймер сна отсюда же можно выставить и таймер включения. Есть конечно возможность все это изменить. То есть например вам не надо эти ярлыки. Вы поубирали, оставили 2-3 тех которых надо. Или наоборот добавили тех которых не было здесь по умолчанию. Тут еще есть Wi-Fi, Bluetooth, родительский контроль и так далее. Ну давайте перейдем к пользовательским тестам. Первое что мне хотелось бы отметить это скорость работы телевизора. Android на нем просто летает. Приложения открываются быстро, интерфейсы плавные. И в целом система работает на уровне топовых Android приставок. Давайте посмотрим что за железо здесь используется. Итак, в качестве центрального процессора здесь используется 4-ядерный процессор MT5895 с ядрами Cortex-A73 и максимальной тактовой частотой 1,8 ГГц. В качестве видео ускорителя графики используется Mali-J52. Основной памяти у телевизора 3 ГБ. Для установки приложения доступно всего 4 ГБ. Есть возможность подключить внешний накопитель, то есть флешку, SSD, HDD-диск и объединить с системной памятью. Но честно говоря, мне и встроенного накопителя для приложений хватает с лихвой. А внешний накопитель я уже подключаю только для просмотра тяжелых фильмов, предварительно скачав их с торрентов или еще откуда-то. Так, ну единственный бенчмарк, который доступен был в маркете, это 3DMark. Так, ну и посмотрим, вот Слинкшот Экстрим 1177 баллов, это мой результат. Также установил АПК-шку ГигБенч 4.4, процессор набирает 1153 балла в одноядерном режиме и 2777 баллов в многоядерном. Ну, собственно, для чего я провел эти тесты? Чтобы примерно понимать, каким другим более известным процессорам соответствует MT5895. И согласно полученным результатам, производительность у него на уровне флагманского S922X AtomLogic, который набирает 1128 баллов в тесте Слинкшот Экстрим и 1210 баллов в одноядерном режиме, 3357 в многоядерном тесте ГигБенч 4.4. Ну, собственно, это и объясняет хорошее быстродействие в системе и отсутствие лагов. Ну и пару слов о интернете. Скорость интернета на текущий момент у меня ограничена тарифным планом до 100 Мбит. При проводном подключении я получил 92 Мбита на скачивание, при подключении через Wi-Fi в диапазоне 5 ГГц 77 Мбит. Роутер у меня недорогой, Mi Wi-Fi 4, расположен он в коридоре до телевизора около 10 метров и 2 гипсовых стены. Теперь про воспроизведение видео еще поговорим. И хочу показать вам информацию из DRM-инфо. Так, ну давайте посмотрим сразу. Google Widevine у нас Security Level 1, что, собственно, и позволяет использовать официальные сервисы вроде Netflix в 4К. Также, также здесь вот полезно посмотреть, что поддерживается в сети по HDR, то есть Dolby Vision, HDR10 и HLG. Да вот, в принципе, и все. Как бы, что еще по кодекам можно посмотреть? Ну, по кодекам давайте зайдем опять в AID. Ну, видите, насколько, да, все быстро работает. Так, кодеки. Здесь у нас все, в принципе, стандартно. Аудио у нас не особо интересует, нас больше интересует видео. Видим Dolby Vision. Так, кодеки у нас VP8, VP9, H.264, H.265, HEVC. А V1 нового кодека нет. Ну, и, конечно, практически испытания. Да, я провел, то есть, видели вы уже, показывал я, что в Netflix поддерживается Dolby Vision. Можно, когда запускаете Netflix Dolby Vision контент, то сразу получается, как бы, выбрать, что именно, какой именно Dolby Vision светлый или темный, в зависимости от ваших предпочтений. Так, ну, допустим, где у нас тут Dolby Vision? Вот убийство на яхте. Так, да. Смотрим. Переключается в Dolby Vision. Выбираем настроечки. И у нас здесь есть Dolby Vision светлый. Можно переключить на Dolby Vision темный. Так. Выходим из Netflix. Переходим к YouTube. В YouTube у нас корректно показывает видео. Любое видео в 4К 60 FPS, в том числе и с HDR. Ну, давайте найдем морокко. Мне нравится ролик. Добавим громкости. Включим информацию для сисадминов. Ну, во-первых, убедимся, что качество у нас 4К. И включим статистику для сисадминов. Собственно, видите, да, что идет воспроизведение. Плавное, четкое, без пропущенных кадров. Для воспроизведения фильмов с внешнего накопителя предлагают использовать как бы штатный плеер, который здесь так и называется, медиаплеер. Но, в принципе, я его не использую, так как, если брать какие-то очень тяжелые фильмы, он может зависнуть. Так, вот прямо сейчас я подключил флешку с свежескачанным фильмом, который хочу посмотреть на выходных. И давайте мы как раз посмотрим, посмотрим, как будет, будет ли воспроизведение. Вот моя флешечка. И здесь у нас папочка с фильмом «Назад в будущее». Так, ну это, собственно, у нас BDMV. Ну, собственно, видите, да, что проблема не воспроизводит образ Blu-ray. Поэтому, как бы, переходим к другому плееру, который я скачал и установил. Это, конечно же, Kodi. Kodi вообще суперклассный плеер, доступен в магазине. Так, входим в раздел «Фильмы», выбираем наш диск, выбираем нашу папочку. 86 гигабайт занимает моя папочка. И запускаем воспроизвести заглавную тему. То есть, как видите, Kodi воспроизводит Blu-ray образы. Всё нормально пошло воспроизведение. Перемоточку можно попробовать. Так, ну тут, конечно, ещё дорожку надо поменять на русскую. Это всё так же можно. Так, вот, настройки звука. Выберем. Вот он, аудиопоток стоит английский. Вот-вот русский. Ну, как видим, русский язык появился. То есть, всё отлично. И при этом у нас, получается, включается HDR-режим. То есть, фильм идёт в HDR. Собственно, не обязательно качать фильмы с торрентов. Можно смотреть напрямую с них. При помощи приложения TorServe. Кстати, рекомендую рабочую связочку. Давайте зайдём в обновление. От версия сервера 1.1.77. Версия приложения 1.1.84. Вот именно в этой комбинации у меня работает лучше всего. Ну, а дальше дело техники. Просто выбираете какой-нибудь торрент. И смотрите. Главное, чтобы было как можно больше раздающих. Именно от этого зависит, будет ли тормозить или не будет ли тормозить у вас видео. Перемотка, к слову, также работает. Давайте перемотаем на середину мультфильма. Конечно, тяжёлые фильмы требуют хорошего интернета. Но если ваш интернет позволяет, то вы сможете запускать не только 5-гиговые фильмы, но и 20-гиговые, 60-гиговые. Давайте попробуем Чудо-женщина на 20 гигабайт. Не знаю, что там. А видим ещё ваш Диэрион. Не знаю, что там с раздающими. Вот как бы скорость смотрю скачет. Ну, вроде бы как нормально. Да, нормально пошёл фильмец. Давайте перемотаем с легонца. Ну, нормально всё работает. Перемотка работает. Давайте попробуем теперь самый тяжёлый фильм. Гренландия на 60 гигабайт. Будем надеяться, что раздающих достаточное количество. 2 мегабайта в секунду. 2,4 мегабайта в секунду. Вот, раскачивается, раскачивается. 3 мегабайта в секунду. Ну, я думаю, должно пойти. Да, воспроизведение пошло. Попробуем так же перемотать. Вот, 40 минут. Хотя, вот, воспроизводится нормально. Так, собственно, что ещё можем посмотреть? Ну, про какие-то онлайн кинотеатры вроде HD-видеобокса или Винкса я, в принципе, даже говорить особо не буду. Они все воспроизводятся нормально. Другой вопрос, что качество видео здесь как бы так себе. То есть, если вы найдёте Full HD, то это будет пережатый какой-то Full HD. Как бы, ну, если это сериалы какие-то, либо просто фильм, ну, если нет другой возможности посмотреть, то как бы сойдёт. Ну, и, как бы, что касательно IPTV, да, то использую я через Perfect Player. У меня iLook. Давайте киносемью посмотрим. Кинокомедия. Давайте попробуем HD-каналы. Ну, допустим, не знаю. Над Гео Вайлд, кстати, почему нет. Здесь какой-то стоит. Все нормально. Animal Planet. Discovery Channel. Ну, то есть, так же все нормально работает. Ну, собственно, давайте подведём итоги. На мой взгляд, это превосходный телевизор, которым я доволен на 100%. Это качественный экран с 10-битной матрицей. Это отсутствие мерцания при любых уровнях яркости. Это поддержка всех видов HDR и Android TV9 на борту. А так же хочу похвалить модель за хорошую сборку и идеальную работу голосового поиска. Отдельно отмечу наличие двух портов HDMI 2.1 с поддержкой вывода изображения в 4К 120 фпс. Что актуально для Next-Gen приставок, в частности для Sony PlayStation 5, которую я планирую приобрести позже. Недостатков, как таковых для себя, я не обнаружил. Разве что цена, традиционно для Sony, высоковата. Ну и звук они, конечно, могли бы за такие деньги сделать получше. Хотя мне его достаточно. А когда нет, то включаю аудиосистему. Альтернатив у H9096 на мой взгляд немного. Это либо корейцы, LG и Samsung. Но они имеют более худшие характеристики за этот же ценник. То есть, чтобы получить подобный Samsung, вам нужно заплатить еще процентов на 30 больше. Ну, либо китайцы, да, вроде Hisense, которые на бумаге выглядят заманчиво, но вживую, конечно, полностью проигрывают японцам. Ну, собственно, надеюсь, видео было для вас полезным. Понимаю, что оно было очень длинным, утомительным, возможно. Но я пытался максимально, максимально подробно раскрыть все возможности, все, так сказать, характеристики и функции телевизора. Если видео было вам полезно, то ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. С вами был Злой. До новых встреч.